приветствую всех любителей винограда также своих подписчиков меня зовут Юрий Стражев и канал виноград леченым друзья сегодня у нас уже 20 апреля теплый март дал возможность проснуться нашим побегом почкам как видите у меня все укрыто вот такие побеги уже под моим укрытием я ничего не делал не снимал потому что погода у нас предсказу непредсказуемая и что возможно заморозки это сто процентов особенно на моем участке по прогнозу у нас показывает что 20 это первого 22 то есть понедельника на вторник и со вторника на среду у нас будут заморозки на моем участке на западе беларуси это точно минус один минус два а у меня может быть и минус 3 и минус 4 буду дополнительно укрывать здесь все это так прожимать прищепками чем там между столбами где отверстие тоже буду что-то делать вот как здесь прищепка уже прищиплена что-то еще через верх буду бросать то есть полностью надо изолировать это место чтобы мороз не прошел мороз я думаю что будет вести по земле не по ну не по верху по верху не страшно по земле страшнее сделал я боковое проветривание это покажу в другом ролике как я это все делал хочу зайти друзья в теплицу хочу показать как я в теплице буду спасаться от возвратных заморозков так как теплица у меня еще пока не отапливается если мороз будет с ночи не под утро то вероятность того что он зайдет в теплицу 99 процентов а в теплице уже вегетация идет поинтереснее по леску красавец уже подвязал к первой проволоке отдельные побеги то есть здесь теплее здесь светлее конечно же вегетация идет что я сделал смотрите по контуру здесь еще я потом уже в самом конце то есть завтра тоже чтобы сейчас было удобно ходить здесь тоже я спонбондом накрою а так по периметру не по контуру по периметру я спонбонд прицепил прицепил к проволоке но поставил дуги друзья для того чтобы побеги не касались спонбонда потому что они могут если касаться могут попасть и тоже под морозик и могут примерзнуть немножко подмерзнуть поэтому я поставил такие дуги чтобы спокойно лоза могла расти потому что это не факт что это сегодня только но не сегодня завтра послезавтра в апреле будет мороз майна впереди заморозки тоже могут быть поставил я две бочки пока 2 еще еще хочу тоже пластиковые поставить это бочки с водой аккумуляторы тепла вот они тоже играют большую роль так здесь торца черный спонбон почему черные хотел белый но намного плотный 120 к но очень плотный очень плотный поэтому как ни крути щели есть снизу особенность снизу поэтому холодный воздух мороз будет проходить пока мой иноград высоко не вырос вот защита особенно по земле по земле видите все по подрезал так сделал хорошо чтобы как было как ну как внутри как в термосе получается иноградник по находился вверх я не укрывал как я уже сказал что если будет поверхусти мороз ничего не страшного не будет он не опустится к моим растишка еще друзья как уже заметили лежат такие пивные баклажки тоже водою наполненные вот сегодня наполнял с утра лежат нагреваются дополнительные аккумуляторы тепла тоже должен быть эффект хороший видел люди так делают отзывы положительные единственное что надо было бы побольше этих аккумуляторов но пока у меня только так вот наполняется вот такие пивные баклажки мне друг их достала сергей торгонский вместе в где-то там в баре одна баклажка не там практически даром отдает одна баклажка 1 рубль вот они легко открываются никто не знает если что по моему меня еще две остались пишите в комментариях то сделаю маленький ролик покажу как они открываются ничего сложного нету вот поэтому спасаемся как то может заморозки будут сто процентов такую красоту не хочется погубить если морозы даже будут и ниже опускаться печки как я сказал еще не успею поставить может даже дополнительно какие-то буду свечки полить свечки там кто электрические там провода эти термопровода в ту лампочки то что но друзья надо спасаться заморозков иначе погибнет первая почка 2 проснется пойдет попозже но урожай уже будет не тот вот сейчас еще дополню воды простаскаю конечно 30 литровый такой бочонок как бы не легко поднять но что сделаешь надо это все дело сделать чтобы потом так как как говорится спать спокойно вот друзья что хотел вам сказать защищайте свой виноград от заморозков чтобы быть потом дальнейшем с урожаем если будут какие-то вопросы оставляйте комментарии пишите всем здоровья мира и добра